Вот такой обстоятельный разговор, не скрою, очень полезен, несмотря на определенную долю критики, которая прозвучала, предложения, которые прозвучали достаточно хорошо, хотя и не все, наверное. У нас давнишний спор с нашими политическими оппонентами, Кругликовым, Кулиным и компаниями, как я и говорил. У них лозунг достаточно простой и понятный. Давайте отберем потери, а у нас совершенно другой лозунг. Давайте перерастать своими богатствами, которых у нас достаточно много и которые нужно нарастить, увеличить их налоговую отдачу, чтобы они больше работали с добавленной стоимостью, а значит, качество жизни у людей, которые там работают или которые живут в Ульяновской области и зависят от работы этих предприятий, достаточно росло хорошо. Вот господин Кругликов говорил о неком самообмане, якобы от экономического роста. Я ему вообще рекомендую вместе с нами или без нас поездить по тем предприятиям, которые сегодня составляют экономическую мощь в Ульяновской области. И он увидит, что это такое. Мы только что сидели сейчас с ветераном, я у него поинтересовался. Вы где работаете? Работали на механическом заводе. Вот у меня в таблице, значит, итоги деятельности всех предприятий, которые составляют, еще я говорю, экономическую мощь нашего региона. Вы не дадите мне соврать, или не дадите мне соврать, я вас на него спрашиваю. Как работает ваш механический завод? В три смены. В три смены. Темпа роста производства продукции на механическом заводе в 319%. Значит, завод заплатил уже почти миллиард рублей на год. Я могу продолжить, вот если вы видите, вот это все округлено, и это не на другом, а на другом, это все темпы роста, составляющие значительно больше, чем 100%. Значит, автомобильный завод 170%, новый завод Токата, японский, но уже теперь из Пробийской и Ульяновской, 228%. Авиастар СП, 150%. Завод металлоконструкции, 150%. Завод автомобильный Солежский, Судзу, 163%. И так далее, и так далее, и так далее. Коллеги, вы ездите по предприятиям, и вы увидите о том, как они работают, и не будете находиться в самообмане, в таком вот самообмане, о котором вы нас пытаетесь уличить. Про изменение приоритетов, что, якобы, мы ничего не меняли на протяжении 10 лет, вранливо. И страна меняла приоритеты, и мы приоритеты меняли. Могу просто напомнить, то, что нам досталось сегодняшней нашей огромной, в большинстве своей будущей команды. Значит, о том, что экономика была в полном объеме разрушена, агропровышенный комплекс практически наполовину был брошен, даже больше, чем наполовину. Социальная инфраструктура находилась в упадке, но и вроде другие неприятные вещи. Именно тогда мы поставили задачу, и в течение 5 лет ее достаточно успешно решали, выстроить новую систему ульяновской экономики, которая принесет нам положительные результаты для решения социальных обязательств государства. Именно тогда мы поставили задачу навести элементарный порядок в жилищно-коммунальном, в теплоэнергетическом комплексе, для того, чтобы люди в разных муниципальных образованиях получили... и... и... и...